Российские источники сообщили, что между 4 и 10 сентября российские войска покинули Белогоровку, а глава областной военной гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские войска достигли окраин Лисичанска. На опубликованных, недатированных видео украинские войска входят в Белогоровку. Институт изучения войны предполагает, что населенный пункт был занят украинскими войсками. В сводке Министерства обороны России, опубликованной днем 10 сентября 2022 года, ничего не говорилось ни о наступлении вооруженных сил Украины, ни о том, что российские войска покидают город Изюм. Позже Министерство обороны России опубликовало заявление о свертывании и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. 11 сентября 2022 года. Российские войска почти без боев покинули северную часть Харьковской области. Фронт был отодвинут от Харькова и стал проходить по реке Оскол и российско-украинской границы. Украинские войска вернули контроль над Изюмом, Волчанском и Казачьей Лопанью. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что через границу в Россию перебежали тысячу человек. 12 сентября 2022 года. Харьковское подразделение АЗОВ сообщило о том, что украинские войска взяли под контроль северо-восточную часть Харьковской области по линии Веселая-Волчанск. Украинские источники подтвердили освобождение населенных пунктов. Российские источники же заявляли о стабилизации фронта на реке Оскол. Сообщается, что определенные прокси-силы были переброшены из Харьковской области на юго-запад Донецкой области, что по мнению Института изучения войны указывают на отсутствие у российского руководства стремления укреплять слабые позиции по Осколу. Украинские десантно-штурмовые войска заявили о взятии под контроль Богородичного Донецкой области. Фотографии подтвердили взятие под украинский контроль Святогорска. Российские источники сообщили, что вокруг Лимана продолжаются бои, но город контролируется российской армией. Некоторые российские источники считают, что украинские войска пытаются форсировать реку Северский Донец в районе населенного пункта Закотное для наступления на Ямполь. Украинские источники заявили о том, что российские войска покинули Сватово Луганской области и что в городе остались силы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. В социальных сетях были опубликованы видео, на которых были запечатлены многокилометровые очереди из машин около счастья и станицы Луганской, которые расположены рядом с российско-украинской границей в Луганской области, что может указывать на то, что российские силы и пророссийские коллаборационисты пытаются покинуть прифронтовую зону из-за страха успехов украинского контрнаступления. Генеральный штаб Украины сообщил, что российские конвои с зенитными ракетными комплексами С-300 и БУК в течение 11 и 12 сентября двигались к российской границе через Лутухино Луганской области. Институт изучения войны считает, что это может свидетельствовать о желании российского руководства убрать средства ПВО из-под удара украинской артиллерии. 13 сентября 2022 года российские военные блогеры заявили, что украинские войска перешли реку Оскол в населенном пункте Боровая. По оценке Института изучения войны, российские подразделения вдоль Оскола не получили подкрепления, что сделало их уязвимым для дальнейших атак украинских войск. Российские источники заявляют, что в обороне Лимана принимают участие силы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и российских боевых армейских резервов стран БАРС. Также сообщается, что велись в бой в Белогоровке с целью подавить российскую оборону в западной части Луганской области в районе Лисичангска-Северодонецка. 14 сентября 2022 года Генеральный штаб Украины сообщил о том, что интенсивность российских обстрелов Харькова снизилась, что может свидетельствовать о деградации способности российских войск вести артиллерийские обстрелы центра Харькова вследствие контрнаступления. Российские военные блогеры заявляют о том, что удержание Лимана продолжается силами России и ДНР. Российские источники сообщили о боях в Белогоровке и поселках вокруг Северска. Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска предприняли попытку атаки на спорное в попытке продвинуться к украинским позициям в Белогоровке. 15 сентября 2022 года Российские источники сообщили, что украинским войскам удалось освободить поселок Сосновое на северном берегу Севернского Донца и заняться укреплениями там своих позиций. Российские силы отступили из села Стюденак, расположенного рядом с Сосновым, дабы избежать окружения. Официальные российские и украинские представители сообщили, что российские войска усилили свои позиции в Лимане. Генеральный штаб Украины сообщил, что сильно сокращенные остатки 2-го и 204-го мотострелкового полков ЛНР были расформированы в резерв. По предположению Института изучения войны, это означает, что остатки этих полков усилили части БАРС. Российские источники заявили, что украинские войска размещают базы и артиллерийские позиции по всей Харьковской области. В частности, согласно утверждениям, артиллерия была размещена в селе Григоряновка на восточном берегу реки Оскол. Также российские источники сообщили, что украинские диверсионно-разведывательные группы время от времени пересекают Оскол в неопределенных районах. Институт изучения войны отметил, что по подтверждению украинской позиции будет свидетельствовать об ослаблении фронта по реке Оскол, либо о том, что фронт проходит значительно восточнее Оскола. Также сообщается, что украинские войска нанесли удары по тылу российской армии в Луганской области, в том числе по Лисичанску, Светлодарску, Перевальску и Кадиевке. Эти населенные пункты расположены вдоль важных российских линий наземного снабжения. Субтитры создавал DimaTorzok